МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевизни Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Республики обсудили сегодня на совместном заседании Совета по улучшению инвестиционного климата при главе Чуваши и экономического совета. Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чуваши провело опрос среди населения. Жители республики и предприниматели дали оценку развитию конкуренции и качества услуг. Предприниматели в качестве сдерживающих факторов назвали наличие административных барьеров, сложный доступ к финансированию, высокие ставки налогообложения и кредитования, а также нестабильность законодательства. Притом 34% опрошенных положительно оценивают ведение своего бизнеса, 22% отрицательно. Половина предпринимателей считает, что уровень конкуренции вырос, но вместе с ним выросла и недобросовестная конкуренция. Что касается жителей, то они больше всего удовлетворены ценами на сотовую связь, интернет и транспорт. Но отметили и пустующие ниши на рынке услуг. Жители республики отметили недостаток предложений прежде всего в услугах дошкольных учреждений, и медицинских учреждений. Каждый третий указал, что их мало. Каждый четвертый респондент указал на недостаточность компаний, представляющих услуги управления многоквартирными домами. Несмотря на широкое предложение неплохое качество товаров и услуг на ценовых рынках, жители республики чаще недовольны уровнем цен. В наибольшей степени население не устраивает цены на новое жилье, продукты, питание, одежды, обувь, лекарственные препараты, бытовую технику, медицинские услуги. Недостаточную конкуренцию в сфере дошкольного образования отметили многие члены совета. Мои выводы сделаны не из каких-то социологических опросов, а исходя из общения с жителями республики, исходя из общения с предпринимательским сообществом. Мне кажется, в трех направлениях у нас все-таки конкуренция пока недостаточная. Это в дошкольном воспитании, на рынке медицинских услуг и на рынке сферы ЖКХ. Если государство финансирует значительную часть расходов дошкольных образовательных учреждений, муниципальных, то в этой сфере, безусловно, частному бизнесу развиваться достаточно сложно. Но, тем не менее, существуют хорошие примеры, и ряд родителей готовы оплачивать услуги. В ближайшее время на площадке торгово-промышленной палаты Чуваши состоится экспертный совет по этой теме. Но конкуренция стала меньше из-за того, что условия государственных, муниципальных образовательных организаций дошкольных стали выше на порядок, чем были 3-5 лет назад. Единственный опрос, который показывает, то, что 27,5% неудовлетворены качеством, скорее неудовлетворены качеством дошкольных образовательных услуг, а 4 с хвостиком, недовольны. Связано с тем, что сейчас проводим мониторинг, в связи с тем, что неудовлетворяет качество подготовки самих воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Для этого сейчас мы поменяли структуру Чувашского республиканского института образования. Будем работать над тем, чтобы повысить качество подготовки кадров для системы дошкольного образования Чувашской республики. А вот конкуренцию в транспортной сфере многие эксперты назвали недобросовестной. Такие же данные привело и Управление федеральной антимонопольной службы. По их статистике, жалуются на нарушения в розничной торговле, услугах связи и ЖКХ, факты недобросовестной конкуренции в сфере перевозок, а также на действия органов власти. Глава республики обратил особое внимание на недостаточную проработку проблемных вопросов. Данные соцопросов обязательно надо пояснять. Вот эти рейтинги, которые проводились, понятно, там опросники вы раздали, но там, видать, большие погрешности у вас. Мы должны понимать, где они будут продавать и как будут пользоваться этой лицензией. Надлежащим образом или используя все эти лазейки, которые есть со стороны законодателей или со стороны принятых или утвержденных нормативно-правовых документов. Здесь, конечно, вы должны комплексно оценивать, комплексно мониторить. Глава Чуваши подчеркнул, что бизнес-сообщество должно ориентироваться на потребности населения, а органы власти обеспечить честную и прозрачную конкуренцию. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Маргаушский район соседствует со столицей республики. Два муниципалитета связывают долгосрочное сотрудничество. Территориальная близость позволяет маргаушцам работать в чебоксарах, а жить в селе. Как оценивают жители Маргауш и близлежащих деревень свой уровень жизни, говорили на совещании по подведению итогов социально-экономического развития района. В нем принял участие и глава Чуваши. Доступность государственных и муниципальных услуг маргаушцам обеспечил многофункциональный центр. Он действует уже 4 года. Недавно он переехал в новое помещение и сменил вывеску. За документами сюда обратились уже более 16 тысяч человек. Высокий уровень обслуживания и оперативность позволили забыть про очереди. Дальнейшая наша перспектива в администрации практически как в отдельных хороших перспективных развитых странах вообще не обслуживает. Есть структура, есть учреждения, которые обеспечивают. Это лишь один конкретный пример из жизни сельчан. Разговор продолжился на совещании. Агропромышленный комплекс является важным. Сектором экономики Реонбурочка от реализации продукции сельскохозяйственными предприятиями составил 692 миллиона рублей с ростом на 28,7%. Для аграрного района это далеко не предел, отметил Михаил Игнатьев. Дополнительные возможности для сельскохозяйственных товаропроизводителей есть. Они появились с учетом санкций. А мы должны в этот период времени производить больше качественную продукцию, экологически чистую продукцию и продавать на потребительском рынке, который есть на территории Российской Федерации. И с этой точки зрения потенциал у моргаушцев огромный. Промышленный потенциал района тоже растет. На предприятиях не было допущено сокращение рабочих мест. А акционерное общество «Сейспель» даже планирует расширение производства. Строительство цеха по производству танк-контейнеров. Таким образом дополнительно будет создано 50 новых рабочих мест. Чем больше будет подобных инвестпроектов, тем меньше будет в районе людей, работающих неофициально и получающих зарплату по серым схемам. Вот эти люди, которые работают, они ничего не платят. Ни налоги, ни фонд обязательного медицинского страхования. А мы должны создать равные условия, одинаковые условия для всех налогоплательщиков. К чему говорю? За каждого этого гражданина Российской Федерации мы платим ежемесячно 6 330 рублей со бюджета республики. Вы платите все налоги, соответственно, как налогоплательщики, и мы оплачиваем. Еще одна важная тема – переселение из аварийного жилья. Некоторых жителей не устраивает качество предоставляемых квартир. Наша задача – с аварийного дома переселять неаварийный жилищный фонд. Если там на самом деле строители некачественно сделали, то их надо заставлять действующие заключенные контракты. Михаил Игнатьев встретился с членами Молодежного парламента Маргаушского района. Елена Кожевникова закончила Чувашский государственный университет по специальности лечебное дело. По окончании учебы приехала в Маргауши. На родину мужа. Программа «Земский доктор» помогла в реализации семейных планов не только Кожевниковым, но и десяткам других специалистов. В настоящее время к нам в больницу прибыло 27 земских докторов в рамках федеральной программы «Земский доктор». Это основные специалисты по анестезиологии и ренематологии, терапии, стоматологии и по другим различным специальностям. Укомплектованность врачебными кадрами в настоящий момент составляет 86%, что на 4% больше, чем за последние три года. Разговор шел о возможной реализации в районе интересных проектов, о государственной поддержке начинающим фермерам. Молодежь явно не собирается уезжать отсюда. Это достойно особого уважения, отметил Михаил Игнатьев. У вас федеральная трасса, прекрасные условия. Скоро же пойдет высокоскоростная магистра через вашу территорию. Отсюда можно за три часа сесть и доехать до Москвы. И обратно возвращаться. Три часа – это фантастико будет вообще. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика. О том, каким был 2015 год для города-спутника, какие планы удалось реализовать, а над чем еще предстоит работать, говорили на подведении итогов в Новочебоксарске. В совещании участвовал заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Алла Салаева. 2015-й оказался не из легких, но в Новочебоксарске удалось сделать многое. Химпром нарастил объемы производства благодаря программе импортозамещения. Также было запущено в промышленную эксплуатацию предприятия «Хивель», производство клинкерного кирпича и плитки завода «Экоклинкер» и мусоросортировочный полигон «ТБО». После реконструкции начало свою работу производство санитарно-технических изделий керамика. Всего в промышленности инвестировали 4 миллиарда рублей в перспективе на этот год увеличить количество вложенных средств. А вот в строительной отрасли план удалось выполнить лишь на 81%, что составляет 40 тысяч квадратных метров жилья. Самое время ускорить темпы. Как показывает статистика, Новочебоксарск находится на лидирующих позициях по естественному приросту населения. Также ежегодно увеличивается и продолжительность жизни жителей. Больше становится многодетных семей. Им выделено 104 земельных участка, еще 600 ожидая своей очереди. Необходимо работать и по представлению земельных участков для молодых семей. Безусловно, динамика есть, но считаю важным к этой теме вернуться. И у меня, например, вопрос, за счет чего у вас очень большая достаточно очередь, за счет каких земельных сегодня ресурсов вы планируете в перспективе обеспечить земельными участками многодетные семьи. Сегодня у нас ведут переговоры с Цивильским районом, где мы должны получить порядка 200 земельных участков. И ведется с Марбасадским районом тоже примерно такое же количество земельных участков для решения вопросов по выдаче бесплатно для многодетных семей земельного участка под индивидуальное строительство. Естественно же, проблема заключается не только в том, что нужно выдать земельные участки, но эта проблема заключается в следующем – это проведение коммуникации. Заказали проект и оплатили его. Это подведение коммуникации. Работаем комплексно. Как и в других районах республики, в Новочебоксарске существуют проблемы неформальной занятости. За год удалось выявить почти полторы тысячи незарегистрированных работников. После проверки с ними закручили трудовые договоры. В городе особое внимание уделяют и развитию ЖКХ и благоустройства. В 2015 году капитально отремонтировали 28 многоквартирных домов на сумму более 30 миллионов рублей. На 2016 год поставлена задача отремонтировать уже свыше 50 зданий, а также заменить почти 230 лифтов. Более 100 миллионов рублей бюджета республики города было выделено на реконструкцию дорог. Городу есть над чем работать. Необходимо благоустроить парк Ельниковской рощи и набережную города. У нас нет для наших жителей городского пляжа. Нужно нам для города или нет. К сожалению, сегодня ту площадь, которую мы выделили для решения вопросов по пляжу, она пока не удовлетворяет ни жителей, ни нас, как администрацию. Я думаю, что, Николай Михайлович, решать будем в любом случае вместе. Заместитель председателя кабинета министров Чуваши Алла Салаева посоветовала перенять опыт столицы. В прошлом году здесь прошла реконструкция Левобережного пляжа, что значительно увеличило количество отдыхающих. Администрации города следует обратить внимание и на повышение туристической привлекательности муниципалитета, что повысит престиж города и привлечет дополнительные средства в бюджетного Чебоксарска. Среди награжденных только женщины так бывает лишь раз в году. По традиции, накануне 8 марта глава Чуваши Михаил Игнатий вручил жительницам республики государственные награды. С обладательницами почетных званий и благодарностей познакомился и мой коллега Дмитрий Ковалев. Обаятельные, привлекательные, нежные, но в то же время выносливые и крепкие духом. Многие из тех, кого пригласили сюда, в зал под куполом дома правительства, посвятили своему делу не один десяток лет. Доярки, врачи, учителя, артисты, библиотекаря. Знаки отличия, благодарности главы и звания заслуженных работников. 35 женщин сегодня получили награды за добросовестный труд. За 35 лет преподавательской деятельности Марина Дмитриевна воспитала сотни любителей музыки и профессиональных музыкантов. Внесла большой вклад в подготовку педагогических кадров Чувашской республики. Заслуженным работником сельского хозяйства Чувашии стала агроном кооператива имени Суворова Галина Албутова. Это хозяйство развивалось на ее глазах и теперь его называют одним из передовых в республике. Новая технология у нас – поверхностная обработка. Мы уже плугами вообще не пользуемся, только они дискаторы. И у нас поверхностная обработка, и предпоследовательная обработка у нас культивации. Урожайность у нас в прошлом году была у нас 35,8 сетнеров с гектара. Более 40 лет спасает детей от страшного недуга Зинаида Табакова. Она работает старшей медицинской сестрой в республиканском противотупергулезном диспансере. Старшая медсестра отвечает за санитарный порядок, за санэпидрежим в отделении, за медикаментозное обеспечение, за организацию труда санитарок и медсестер. У нас очень много благодарностей от родителей, от детей. Вот мы даже за первые два месяца сейчас заняли первое место по диспансеру. Луиза Иванова начинала работать рядовым преподавателем, а сейчас она директор столичной школы и автор уникальных программ. Я рада, что в нашей республике уделяется огромное внимание развитию образования и проблемам молодежи. В нашей республике созданы все необходимые условия для креативного решения поставленных перед нами задач. Накопленный опыт необходимо передавать молодым, отметил глава республики Михаил Игнатьев. Благодаря вашим успехам в республике движется вперед, уверенно преодолевается кризисное явление, в экономике улучшается качество жизни людей. Я заверяю, что в нашей республике женщины всегда будут ощущать искреннее внимание и заботу со стороны органов власти всех уровней. Охрана здоровья матери и ребенка, строительство детских садов, школ, родовые сертификаты, пособия, материнский капитал и другие виды государственной поддержки остаются залогом того, что с каждым годом в республике будет больше крепких семей. Михаил Игнатьев поздравил награжденных с приближающимся праздником и пожелал новых побед. В год человека труда для наград найдется еще не один повод. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Уже первые ее шаги на профессиональной сцене показали. Она обладает природным обаянием, притягательной внешностью и имеет богатый тембр голоса. Признание публики ей прочили с самого начала карьеры. Сегодня Наталья Сергеева удостоилась звания заслуженной артистки Чувашской республики. Ее работа в Чувашском драматическом театре подарила зрителям немало ярких персонажей. Образы Мани, Люды, Ларисы в спектаклях «Чужой ребенок» и «Солдатская любовь» отмечена большим успехом в творчестве артистки. Любимую роль Наталья назвать не решается, но четко отмечает, что она драматическая. Каждый артист счастлив, когда находит своего режиссера. У нас тут много артистов. И, наверное, с возрастом уже годы идут, тем не менее. И не все успеваешь играть. И, наверное, это одна из причин, по которой я занимаюсь режиссурой. Конечно, есть. Есть роли, которые бы я хотела сыграть. Но мы суеверные люди. Я не могу их назвать. Но я думаю, что у меня еще все впереди. В основном это драма, конечно. Трагедия даже. Первой самостоятельной работой Натальи Сергеевой в качестве режиссера стала «Баба Шанель». И сразу успех. Спектакль завоевал гран-при на международном фестивале современной драматургии «Каледа Плейс». Опыт и мастерство признают и коллеги по цеху. Большая награда для вообще в сфере искусства иметь рядом такую подругу, как Наталья. На самом деле она очень глубокий человек. Очень от души. То, что я, конечно, не мужчина, но я восхищаюсь. Потому что она ведь не только артистка, еще она режиссер этого театра. Поэтому я, безусловно, еще, конечно, очень рада, что она стала режиссером. Я ей всегда говорю. Медаль заслуженной артистки Чуваши – это стимул для дальнейшей работы, признается Наталья. В театре служат не за деньги. А высокие награды лишь подтверждают признание зрителя, для которого хочется творить. Анастасия Алексеева, Алена Алтухова, Олег Якимов, Республика. В канун праздника наградили и победительниц регионального конкурса «Женщина-лидер 21 век». Этой традиции почти 15 лет. Чем отличается женщина-руководитель от всех остальных женщин? Дамам-лидерам приписывают крутой нрав, сильный характер, амбициозность несвойственную, менее чисто любивым подругам. Словом, начальницы и остальные представительницы прекрасного пола похожи как Лилит и Ева. Сами же конкурсантки, а их в этом году 25, уверены – нельзя делить женщин по профессиональному признаку. Гораздо более уместно сравнение женского и мужского стилей руководства. Так вот, если во главе стоит директорша, а не директор, то в коллективе и порядка больше, и отношения доверительнее, и атмосфера теплее. «У нас в республике женщин-лидеров много. Они каждый работают по своему направлению и достигают какие-то успехи, достижения. И у нас главная задача, чтобы не варить собственно соком, а делиться своим опытом и тянуть, поднимать других подруг за собой». Конкурс «Женщина-лидер» проводится с Ассоциацией женщин-предпринимателей России при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы. Исключительно для того, чтобы отдать должное выдающимся качествам домуправленцев, а всем остальным дать понять, во власти ли в руководстве, в бизнесе преуспеть могут многие женщины. Надо только верить в свои силы. Традиционно в преддверии женского дня в Чебоксарах проходит конкурс «Ах, какая женщина?». Энергичные, целеустремленные, веселые и активные – так можно охарактеризовать участниц конкурса. Среди них – воспитатели, педагоги, экономисты и инженеры. Эти женщины не только покоряют карьерные вершины, но и успевают воспитывать детей и хлопотать по дому. «Ты супер, мама! Мама! Пускай секунь, это!» Конкурсантки подготовили презентацию и творческие номера. Кто-то покорил жюри танцами, а кто-то силой голоса. Фэна Семенова, воспитательница детского сада, решила показать сценку, основанную на реальных событиях. «Один творческий номер, и все. Как? А при чем тут я? Как? Что сразу поедет Николай?» Победительницей конкурса стала Наталья Юдина, но подарки вручили всем конкурсанткам. Как утверждают организаторы, главное в очередной раз подчеркнуть, что наши женщины – самые умные, красивые и добрые. В этот день был сформулирован третий закон движения планет. Вышли в свет басни Крылова, группа «За Битлз» впервые спела на радио. А вот официально Международным женским днем 8 марта стало только в 1910 году. Но все же далеко не во всех странах мира эта дата связана с прекрасным полом. В Сирии 8 марта – день революции, в Замбии – день молодежи, в Малайзии – день султана. А Россия и еще 30 стран мира с удовольствием поздравляют всех женщин в этот весенний праздник. Что подарить прекрасной половине человечества в Международный женский день? Этот вопрос, без сомнения, мучает всех представителей сильного пола. Ведь побаловать своих любимых желает каждый. А какой же подарок самый лучший? Для женщины, конечно, это самое главное, чтобы любимый мужчина был рядом. И сын, чтобы меня поздравил. Самый хороший подарок – это цветы. Я сам. Шуба норковая, я так считаю. 8 марта нужно отмечать в ресторане со своим любимым мужчиной. Фот, картина. И конфеты. Здоровье. Цветы. Внимание самое главное. Самый лучший подарок – я купил жене и дочери лотерейные билеты, и они выиграют оба по квартире. Вот так, лучший подарок. Вне всяких сомнений, мужчинам этот праздник прибавил забот. Но, тем не менее, поздравить женщин хочет каждый. Готовы к 8 марта? Конечно, вот с букетом цветов иду. Так что мы, как пионеры, всегда готовы. Поздравляю всех женщин. Желаю им крепкого здоровья, любви большой, взаимной и семейного благополучия. Дорогие женщины, девушки и лица прекрасного пола. Поздравляю вас с Международным женским днем. Желаю вам успехов, счастья, воплотить свои мечты в жизнь. Милые женщины, всех поздравляю с 8 марта. Побольше здоровья, любви, процветания и всего хорошего. Дорогие женщины, любимые женщины, поздравляю от всей души с наступающим праздником. Будьте счастливы. Услышать теплые слова и почувствовать себя любимой и нужной мечтает каждая женщина. Так что 8 марта просто создан для того, чтобы радовать прекрасную половину. Но все же любить, ценить женщин, говорить им комплименты, окружать заботы и дарить подарки необходимо постоянно, а не только раз в году. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. Национальная цель радиокомпании «Чуваши» тоже сделала подарок всем женщинам и их спутникам. 7 марта в Ледовом дворце Чебоксара-арена пойдет концерт, посвященный Международному женскому дню. Начало концерта в 18 часов. В Чебоксарах второй день работает выставка «Картофель-2016». Мы продолжаем рассказывать о участниках этой выставки. Полезная информация далее. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. До свидания. Что посеешь, то и пожнешь. Согласно народной мудрости, залог высокого урожая – качественные семена. Агрофирма «Седек» занимается селекцией семеноводством уже более 20 лет. Перед тем, как семена поступают в продажу, они проходят проверку на всхожесть в собственной лаборатории, аккредитованной Министерством сельского хозяйства России. На опытных полях компании ежегодно испытываются более 200 сортов картофеля. Специалисты оценивают урожайность, скороспелость, устойчивость к болезням и вредителям, товарные качества. С 2008 года совместно с ведущими селекционерами страны агрофирма «Седек» начала создавать новые сорта. Наша компания вывела сорта «Маяк», «Лидер», который ни в чем не уступает зарубежным сортам, а даже превосходит их по качеству, по вкусу, по урожайности. В этом году, надеемся, получим патенты на сорта, переданные в Госкомиссию, это «Ажур» и «Краса». Сорта замечательны тем, что урожай у них 60 тонн и более, а главное, вкусовые достоинства великолепны. Ведется работа по созданию сортов с цветной мякотью, которая содержит антиоксиданты. Те сорта, которые уже давно полюбились россиянам, такие как «Удача» и «Жуковский ранний», оздоравливают. Совместно с учеными Всероссийского научно-исследовательского института картофельного хозяйства специалисты компании разработали схему производства семенного картофеля на безвирусной основе. У нас еще есть такое направление – размножение картофеля ботаническими семенами. В первый год можно получить до 3 килограммов картофеля с одного маленького семечка, как мак, из рассады выращенного. Выращивание картофеля из ботанических семян позволяет получить в первый год свободный от болезни материал, который на следующий год даст высокий урожай, и заниматься селекцией, отбирая клубни с лучших кустов. Подробная информация о продукции – контакты компании Седек на сайте www.sedeq.ru Квашеную капусту, моченые яблоки, соленые огурцы и помидоры от фермера Василия Семенова горожане оценили давно и стараются каждый выходной заглянуть на столичный рынок Николаевский, чтобы пополнить домашние запасы. Вот и в павильоне на выставке «Картофель» у прилавка фермера многолюдно. Посетители интересуются, что появилось нового в линейке продукции под брендом «Эниш». У нас появились новые салаты. Салаты из капусты по-гурийски, по-корейски, по-петровски. Кроме этого, мы сейчас патентируем наш салат из огурцов соленых. Это «Эниш», мы его назвали. Ее придумал наш повар Татьяна Воробьева. Он уникальный. Рецепт держат в секрете, но в составе только огурцы, травы и приправы. Это главный принцип фермера. Продукция выращивается на родной земле. Для квашения и соления используются оригинальные и стоянные рецепты, без искусственных добавок. Готовят соление только в хорошем настроении, обязательно напевая красивую песню. Работники фермерского хозяйства создали даже свой ансамбль. Конечно же, «Эниш». Выращивать такую же вкусную и крупную капусту, как у Семенова, теперь могут и жители республики. Уже с апреля начнется продажа рассады. Только разновидности рассады в округе нет ни у кого. Потому что одних только цветов почти что 100 видов особой разновидности. Петуни только 29 разновидностей. Кроме этого, помидоры. Конечно же, капуста наша знаменитая. Лучшая рассада в регионе. Огурцы, кабачки, патиссоны, перцы. Продукцию можно купить на выставке «Картофель-2016», а в обычные дни в павильоне «Эниш» на сельскохозяйственном рынке в городе Чебоксары. В сезон будет организована выездная торговля рассадой в районах республики. Чтобы собрать хороший урожай, нужны не только качественные семена, эффективные удобрения и современная техника. На выставке «Картофель-2016» Чебоксарский трубный завод, который с 2003 года входит в группу компаний «Полипластик», представил свои разработки, благодаря которым аграрии могут не опасаться засухи. Мы выпускаем трубы для сетей водоснабжения, газоснабжения, канализации. В последние годы мы активно сотрудничаем с аграриями, и это позволило нам произвести и поставить трубы для реконструкции растительных систем Комсомольского и Батаревского районов Челеворской республики. С 2015 года мы активно развиваем проект «Агросистема». Проект «Агросистема» направлен на разработку систем мелиорации трубопроводов для полива и осушения почвы. На сегодняшний день одна из главных, скажем так, или животрепещущих проблем сельского хозяйства. Поэтому, сказать, был затеян проект «Агросистемы». И на сегодняшний день мы развиваем этот проект по трем направлениям. Первое направление – это быстроразъемные трубопроводные системы для дождевого орошения. Второй проект, он сейчас очень близко связан с Чебоксарами, с Чувашией. Это производство трубы для поливочных и отушечных систем. В этом году мы решили разработать специальную трубу, гибкую, однослойную, тоже перфорированную, для дренирования сельхозяйственных угодий в больших объемах. Это вот третье направление. Системы Чебоксарского трубного завода можно адаптировать к любому рельефу. Они устойчивы к солнечному свету, экономично используют воду, а благодаря компактности, низкому весу деталей и специальной системе крепежей легко собираются и разбираются. Системы возможно использовать не только на открытых участках сельхозугодий, но и в теплицах. Область применения не ограничивается поливкой почвы. Оборудование можно использовать, к примеру, в охлаждающих системах и для сезонного водоснабжения животноводческих ферм. Подробная информация о продукции – контакты компании на сайте. www.poliplastik.ru Продолжение следует...